Молодежную политику со стороны государства огромное внимание просто уделяется молодым людям, начиная от того, что есть статьи в Конституции, в которых закреплен статус, а также есть стратегия развития. Молодежная политика – тема обсуждения круглого стола. Переговорная локация – первая гимназия. Участники диалога – депутаты, члены молодежного парламента, представители трудовых коллективов и общественных организаций. Чаще бы проводились такие мероприятия, потому что действительно нам нужно высказываться, нужно обсуждать очень многие вопросы. Очень многое меняется, все-таки наше время не стоит на месте, и очень много чего меняется, очень много чего хотелось бы поменять. И я думаю, что наши слова будут услышаны. Молодежь не безразлична, есть инициатива, и, конечно, обсуждения такие важны и нужны, потому что время стремительно летит вперед, законодательство где-то уже может быть не совсем востребовано, и его, конечно же, нужно менять. Здесь приветствуется любое мнение «за» и «против». Тот факт, что большая часть спикеров – люди до 31-го – вполне объясним. А те, кто шагает ногу со временем, знают, в каких вопросах стоит доработать, а в каких и вовсе изменить подход. Основной акцент здесь сделали на бонусы для молодых людей. Это и предоставление льготных кредитов, и распределение после вуза. Обсуждался также вопрос увеличения возраста молодежи. Прозвучала и тема создания портала «Идеи». Мы действительно получили, наверное, ожидаемый результат от этой дискуссионной площадки. Проводилась она в первую очередь для того, чтобы сформировать, наверное, то мнение, чем молодежь на сегодняшний день дышит, как она настроена на те изменения, которые грядут, в том числе в самый главный наш закон, в Конституцию, но и в то же время вообще пощупать, понять, да, молодежь бобруска какая она, что ее волнует, что тревожит. И я скажу одно. На сегодняшний момент я вижу, что у нас с молодежью не все так плохо, как любят критиковать молодежь. Диалоговые площадки заработали во всех регионах страны, причем в различных форматах – очно, онлайн, в виде круглых столов и пленарных дискуссий. Форма не важна, главное – содержание предложения, которое реально улучшит жизнь, начиная от небольших поселков-агрогородков до целых регионов. По итоговом обсуждении все идеи будут направлены в Оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.